Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наши видео. Кремль вдруг понял, что шутки кончились, а вот проблемы только начинаются. Россией на полном серьёзе грозит энергетическая эмбарго из-за военного вторжения в Украину, пишет диалог UA. Запад рассматривает возможность полного отказа от российских энергоресурсов в ответ на кровопролитную войну, которую Кремль развязал в Украине. Такая перспектива приводит в ужас российские власти. Об этом в своём блоге в Телеграм пишет российский аналитик Анатолий Несмеян, известный также как Альмирит. Он обратил внимание на паническое заявление вице-премьера РФ Александра Новака, который принялся пугать Запад ростом цен на нефть, топливо и электричество в случае эмбарго. Кремль вдруг понял, что шутки кончились, а вот проблемы только начинаются. Отреагировал на эту истерику Мирит. Он напомнил, что 15 лет назад президент РФ Владимир Путин произнёс в Мюнхене свою знаменитую речь. В ней он заявил, что имеет право диктовать миру свои условия в обмен на газ и нефть. Сегодня посыл Кремля к Западу изменился разительно, да накупите хоть что-нибудь. В целом, признался российский эксперт, Путин своей недальновидной политикой превратил энергетическую сверхдержаву Россию в мирового изгоя. Даже без введения эмбарго российским нефти и газу устроили бойкот покупателей на мировых рынках. Руководство России психологически так и не смогло подняться с уровня обычных рыночных ракетиров, державших десяток ларьков, высказал мнение российский блогер. Сегодня, констатировал он, РФ полностью разграблена режимом Путина. Гигантские ресурсы страны расстранжирены. А сам режим завёл себя в тупик, выхода из которого просто нет. А вот Борис Аконин предупредил россиян. За всё это придётся платить. А вы как думали? Российский писатель Борис Аконин предрёк России долгие годы позора из большой войны, которую Кремль начал против Украины. Россиянам придётся долго платить за военное вторжение в Украину, которую начал 24 февраля президент РФ Владимир Путин. Об этом в интервью российскому ютуб-блогеру Юрию Дудю заявил один из известнейших современных писателей РФ Борис Аконин. За три дня оно набрало почти 700 тысяч просмотров. За всё это придётся платить. И платить придётся в том числе деньгами. Естественно. Придётся возмещать ущерб Украине. А вы как думали? Когда приезжают какие-то люди на железяках, разрушают дома, убивают людей, заявил российский писатель. Однако платить уточнил он придётся не только финансово, но и репутационно. И эта история надолго. За эти несколько дней слова Россия и русские для всего мира стали ругательными. Они стали токсичными. Это эмоциональная вещь. То, что происходит, это чудовищно. Такой степени неприятия вообще всего русского и российского, как в эти дни в мире, не было никогда. Даже во времена холодной войны по отношению к Советскому Союзу. Сейчас Россия осталась в полной изоляции. Даже путинско-кадыровский друг Депортье. И то от неё шарахается. Сейчас будут закрываться фестивали, музеи. Не будет выставок, не будут покупать русские книги, не будут смотреть русское кино. Это, конечно, не самое чудовищное последствие от того, что произошло. Но всякому русскому человеку смотреть на это очень тяжело, отметил Акунин. Главный кремлёвец надеялся, что он сможет переломить ситуацию, когда российские военные преступники применяли против мирного населения карательные методы. Но в Украине оказалось всё по-другому. Чрезвычайное мужество, героизм украинских военных и территориальной обороны сломали планы русских захватчиков. А украинцы документируют военные преступления московской военщины, и эта информация мгновенно распространяется в интернете и социальных сетях. Он не сможет скрыть это навсегда от россиян. Что только подтверждает его неадекватное восприятие реальности, которая переносится в информационную сферу. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok